Здравствуйте друзья! Этот обзор будет посвящен очень интересной, управляемой 3-х киловаттной Zigbee розетке Heyman, а также на ее примере я расскажу о работе MQTT брокера и о том, как с ним взаимодействует система управления умным домом Home Assistant и аддон Zigbee2MQTT. Поставляется розетка в простой картонной коробке без опознавательных знаков, если не считать криво наклеенной бумажки. Никакой особенность защиты, не считая почтового пакета, не предусмотрено, но тем не менее, все доехало в целости и сохранности. В комплекте поставки только розетка и инструкция на английском языке, которая пригодится при сопряжении устройства. Внешне розетка мне очень напомнила Blitzwolf SHP2 Wi-Fi версию с энергомониторингом. Кто не видел обзор, смотрите по ссылке в описании. Просто один в один. Кстати говоря, Blitzwolf отлично чувствует себя и по сей день. Рассчитано устройство на глубокие розетки формата шука с заземлением. Вилка имеет толстые контакты, максимальный ток указан 16 А. При этом производитель не рекомендует использовать ее с нагрузками более 3 кВт, что при стандарте напряжения в 230 В составляет примерно 13 А. Розетка имеет защищенные контакты. Для того, чтобы вставить в нее вилку, необходимо некоторое усилие, не сложное для взрослого, но проблемное для маленького ребенка. Внешнее управление и индикация вынесены в одну кнопку, находящуюся на условно верхнем торце. Короткое нажатие служит для переключения состояния реле, удерживания для сопряжения. Для разборки гаджета необходимо открутить 4 самореза, головки которых видны на задней стороне, но это может быть не так просто, как кажется на первый взгляд из-за их формы. Я давно уже купил пару наборов отверток со всеми возможными видами сменных бит, и поэтому треугольные еще не самые необычные из них. Саморезы соединяют заднюю часть с платой управления, с передней пластиковой крышкой корпуса. Давайте приступим к осмотру. В целом впечатление сложилось хорошее, сборка аккуратная, более качественная, чем упомянутого Blitzwolf. Zigbee модуль что-то из линейки, которую разработали специально для системы TUE Smart, которая принадлежит устройству. Реле на 16 Ампер и максимальное напряжение 250 Вольт, что дает 4000 Ватт. Очевидно ограничение производителя в 3 кВт связано не с ним. Как я и сказал, все сделано очень аккуратно, нет следов не смытого флюза или некачественной пайки. Сзади на плате Zigbee модуля видны контакты для подключения программатора, но к счастью необходимости в этом нет. В одном из углов внимание привлекает массивный шум. На этом же слайде видны защелки, при помощи которых плата держится на задней части корпуса. Давайте достанем плату полностью и взглянем, так сказать, на обратную сторону Луны. Тут у нас смонтирована логика, микроконтроллер, который управляет гаджетом. Это 8-битный 16 МГц контроллер с 8 кБ флеш-памяти. Его возможности с головой хватит для управления такого класса устройства. Энергомониторинг основан на можно сказать классике жанра счетчики HLW 8012. Кстати такой же использовался и на Blitzwolf. Он же используется и в реле санов с энергомониторингом и многих других. Силовая часть, шунт, провода, все спаяно очень основательно. Еще один плюсик к копилку розетки. Дорожки нагрузки тоже хорошо пропаяны, а между ними на плате сделан специальный выпил. Согласно инструкции для перевода розетки в режим сопряжения нужно нажать и отпустить кнопку, после того как начнет мерцать светодиод. При помощи аддона ZigBit UMQTT Assistant активируем режим подключения новых устройств. Подключаем розетку к сети питания и нажимаем кнопку до троекратной вспышки индикатора. Розетка без проблем залетела в сеть, я использую в общем списке устройств. В меню интеграции Home Assistant список сущностей MQTT новое устройство затягивается автоматически, корректно определяется производитель и модель устройства. По умолчанию для розетки пробрасывается три сущности, это уровень сигнала, сенсор показывающий текущую нагрузку и свитч, управление реле розетки. Пришло время поговорить о MQTT брокере. Для того, чтобы к нему подключиться, нам пригодится программа вроде MQTT Explorer, ссылка в описании. Подключаемся по IP-адресу инстанса, используя логин и пароль брокера. Представим брокер себе в виде эдакого почтового отделения, где корневые топики это отдельные многоквартирные дома. Топик ZigBit UMQTT, созданный и управляемый одноименным аддоном, содержит в себе информацию о ZigBit устройствах. Каждая из них имеет свой отдельный топик, адрес так сказать, в котором содержатся и обновляются данные, как получаемые, так и отправляемые на них. А вот и топик нашей свежедобавленной розетки. Но вот что интересно, в нем, кроме того, что мы уже видели, есть еще дополнительная информация о напряжении в сети и токе нагрузки. Давайте займемся пробросом этих данных в FOM ASSISTEMP. Но сначала, чтобы не делать двойную работу, переименуем топик в более считаемый, подробнее как это делать в моем видео про сравнение стиков 2531 и 2538, ссылка тоже в описании. Важно, используем только английский алфавит, никакой кириллицы и указываем опцию сохранения данных retain true. Для применения настроек идем в меню Supervisor, addon ZigBit UMQTT и нажимаем кнопку restart. В момент перезапуска ZigBit устройства, кроме тех, на которых настроен прямой биндинг, работать не будут. Весь процесс занимает около минуты, после успешного перезапуска на странице логов можно увидеть сообщение от устройств. Возвращаемся в MQTT Explorer и видим, что устройство изменилось название топика, именно поэтому нельзя использовать кириллицу. Это же название прилетит и в Home Assistant автоматически, в этом и цель использовать понятное название вместо технических имен. Но названия сенсоров останутся те, что пробросились в самом начале, состоящие из цифр сетевых адресов. Разберемся, как это все автоматом попадает в Home Assistant. Ответ – во включенном режиме обнаружения Discovery и его префиксу Home Assistant. Префикс – это имя корневого топика MQTT брокера, в котором содержится информация о сущностях Home Assistant. В нем содержатся субтопики, имена, которые совпадают с названиями доменов устройств Home Assistant – сенсоры, бинарные сенсоры, свечи, лайты и т.д. В разделе сенсоров по техническому имени находим топик нашей розетки. В нем содержатся два параметра – уровень сигнала и нагрузка в ваттах. Это то, что мы видим в интеграции. Заходим в топик Power и посмотрим его конфиг. Его создает аддон ZigBee2MQTT, но при этом данных в этом топике нет. Он содержит в себе только ссылки на реальный топик этой розетки в разделе ZigBee2MQTT. Над его содержимом есть кнопка «Скопировать в буфер обмена». Возьмем его в качестве шаблона. Вставляем в любой текстовый редактор и на его основе делаем сенсор для напряжения. Единицы измерения ватты изменяем на вольты. Сенсор забирает значение атрибута Power, это мы все видели в топике ZigBee2MQTT. Нам нужен взятый оттуда же атрибут напряжения. Идем дальше. Большая часть информации в топике останется без изменений. Находим имя. Меняем имя сенсора мощности на сенсор напряжения. Еще одно место для замены уникальное ID устройство в системе. По аналогии меняем мощность на напряжение. В данном примере ничего больше менять не пришлось. Возвращаемся в MQTT Explorer. В правой верхней части видим полный путь к топику config и кнопку скопировать над ним. Копируем. Вставляем путь в раздел publish и меняем слово power на voltage. В окно текста режим по умолчанию json вставляем исправленный текст для сенсора напряжения. Ставим ниже галочку в checkbox retain для сохранения этого топика в брокере и после этого на кнопку publish. Теперь в топике устройства кроме мощности и уровня сигнала у нас появился и топик напряжения. Идем в меню интеграции и видим что home assistant затянул к розетке только что созданный нами сенсор. Это единоразовая операция для каждого нового сенсора потому что мы включили опцию retain, а данные он берет напрямую из топика zigbee2mqtt. Так как розетка отдает еще и силу тока можем забрать и ее. Единицы измерения амперы. Данные берутся из атрибута current указываем его. Кстати иконку по умолчанию тоже можно поменять взяв из стандартного набора. Все операции в точности такие же как мы проделали для напряжения. После изменений конфига копируем полный путь топика, изменив имя сенсора на силу тока. Вставляем измененный конфиг, обязательно отмечаем retain и публикуем. И еще один сенсор появляется в топике розетки. Если вы в чем-то ошиблись, ничего страшного, ошибочный топик можно удалить и сделать все заново. Проверяем в интеграции, теперь все показания, которые отдаются розеткой, есть и в Home Assistant. Для проверки включаю свой уже протестированный ранее 2 кВт электрочайник. Все параметры корректны. Кстати, я рекомендую пройтись по топикам всех уже подключенных устройств. Например, я совершенно неожиданно для себя обнаружил, что одна из настельных розеток Akara 11LM отдает напряжение сети. Причем другая точно такая же, нет. По такому же методу я получил дополнительный очень полезный сенсор. В аддоне ZigBee 2MQTT Assistant розетка получила свою аватарку, в параметрах отображаются все добавленные нами сенсоры. Как и другие ZigBee устройства со стационарным питанием нулевой линии, розетка является роутерами, расширяет ZigBee сеть. На карте сети она строит связи с другими роутерами, конечные устройства со временем могут переподключиться с координатора на нее. И закончим обзор еще парой наблюдений по использованию. Размер розетки не мешает ее использованию в стандартной линейке настенных розеток. Когда розетка включена, кнопка светится синим цветом, причем довольно ярко, в темноте видно хорошо. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что анонсы о выходе новых видео, а также свежие новости, интересные купоны и распродажи на товары по тематике умного дома можно увидеть в моем телеграм-канале. Ссылку вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok